Старый Новый год оскольчания любители активного отдыха встречали на льду. В парке Солнечном открылся новый уличный каток. Музыка огни и зеркальная гладь многие признавали, что только здесь ощутили новогоднее настроение. Одновременно на льду могут находиться 150 человек, однако желающих значительно больше. Подробности в нашем репортаже. Одним из первых на прочности гладкость оскольский лед проверил зам главы администрации по строительству Степан Ильяев. Замечательно. На самом деле в этот период тестового катания на льду как раз проявятся те вещи, которые нам необходимо будет доработать. Мы выявим все проблемы, которые могут возникнуть и в полном режиме протестируем наше оборудование, столько установленное. Пока то, что я вижу, вот я сам уже прокатился сейчас полчасика. Лед хорошего качества. Будем продолжать улучшать. Машинка для заливки льда здесь. Я думаю, все будет хорошо. Доволен новой ледовой площадкой первый зам главы Андрей Бубела. Уроженец Сахалина на льду держится уверенно. Отличный лед. Вы первый раз или вчера, говорят, пробовали? Нет. Вчера мы протестировали, после того, как сделали чистовую обработку льда, ледозаливочной машины. Ну, сегодня уже контрольный такой заезд. Приятно прокатиться. Объект, конечно, хороший. В первую очередь мы должны поблагодарить наших строителей, которые такую радость доставили. В теплую погоду, да, иметь возможность прокатиться на коньках, это, конечно, здорово. На сооружение площадки ушло чуть больше трех месяцев и 60 миллионов рублей. Представитель компании-подрядчик Александр Корнаухов имеет опыт строительства ледовых объектов. Старооскольский каток, по его словам, своего рода аналог катка в парке Ленина в Белгороде. Сравнивать лед, наверное, сегодня не будем, потому что погодные условия, видите, небольшая крупица. В целом, здорово. Вот у нас инструкторы, ребята, которые работают непосредственно со льдом уже, можно сказать, продолжительное время, оценили как более чем хороший. Хоккейных турниров на новом катке не будет. Площадка для этого не предназначена. А трехчасовой технический перерыв с трех дня до шести вечера нужен для заливки льда. Зимой здесь можно покататься на коньках, а летом на роликах. Длина трассы 400 метров, а общая площадь самого катка почти полторы тысячи квадратных метров. Прогулочные дорожки проложены прямо по парку и хорошо освещены. Благодаря специальной охлаждающей системе лед не растает, даже если температура воздуха поднимется до плюс шести градусов. Благодаря заливке толщина льда будет ежедневно прирастать. Как и мой опыт катания, надеюсь, а пока без помощи мне не обойтись. Спасибо. Ледовар Роман Масленников из Белгорода профессиональный праздник, а сегодня отмечается День заливщика катка, встречает в Старом Осколе. Собственного специалиста у нашего города пока нет. В специальную машину заливают 1300 литров воды и несколько раз проходит по поверхности льда. Из системы горячего водоснабжения и дополнительно подогретый кипяток. Почему? Горячая вода быстрее застывает по физике процесса. Она подтапливает шишки, мы их срезаем, и она после этого подтапливает, и все становится гладенький лед. В первые дни работы катка в Старый Оскол из Белгорода приехали и волонтеры, студенты. Чтобы прививать городу спорт массово, это правильно. А вы сами где научились кататься? Да, на таких хоккейных коробках. Во дворе в хоккей играл. Ну и потом тренируюсь сам, любитель. Говорят, коньки – это как велосипед. Достаточно один раз научиться, чтобы ездить всю жизнь. Среди старооскольцев немало тех, кто уже умеет кататься, но еще больше желающих освоить навык. Ну, я очень боюсь падать, но как бы не так сильно. У меня учат сейчас, ну, а так я сама умею кататься. Ну, а ты хоть раз, кто упала уже? Два. Мне хотелось покататься на открытом катке. Я ни разу на нем не каталась, только на закрытом была. Как впечатления? Мне понравилось. Красиво очень, атмосферно. Мы давно ждали, мы любители активного отдыха, давно ждали открытия катка. Замечательно, на свежем воздухе ребенок получает массу эмоций, мы тоже. Первый раз ребенок встал на коньки. Мы учимся, мы готовимся, мы хотим стать чемпионами по фигурному катанию. А мы специально ждали, когда будет открытие, чтобы приехать первыми. Сначала покататься самим, потом рассказать детям, внукам. И вечером они приедут. Первые открыватели. Как вам? Удобно и приятно по сбеге кататься. Сколько кругов уже сделали? Мы уже полтора часа катаемся с самого открытия. Да, мы не считаем. Первые же дни работы катка вызвали настоящий ажиотаж. В очереди староскольцы проводили до двух с половиной часов. При наличии своих коньков пройти на лед проще. В прокате размера от 27 до 46, но долго ждать нужны пары. Вход на каток и после окончания тестового режима останется бесплатным. Плата за пользование коньками будет не выше, чем в Белгороде. 50 рублей за детские и 200 за взрослые.